Приветствую вас, давайте попробуем разобрать ваш вопрос. Вот, значит, мне 18 лет, парни 20, расстались месяц назад и встречались в горе. Это первое серьезное отношение, и у меня и у него отношения постоянно были в ссоры. Из-за чего были в ссоры? Ага, вот, какая основная причина была в ссоры? Далее, понимаете ли вы, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы несете ответственность за эти самые ссоры? Вот, отдаете ли вы себя отчет в том, что это не его ответственность только. Это и ваша ответственность тоже за эти ссоры и так далее. Далее, унижал, оскорблял, докапывался на каждой мелочи, вот, в общем, поднимал руку, трепал, свырял, зевал болезни, смерти и, насколько я говорю, про будущее детей. И, скажите, а что заставляло вас терпеть все это? Что заставляло вас быть этим человеком все равно? Ну, как я понял, год вы были вместе, год вы терпели все это. Зачем? Ради чего? Далее. Вопрос такой, после нашего расставания, через 7-3 дня, он начал общаться с другой девочкой. Ну, это говорит лишь только о том, что у него не было к вам чувств, либо за год его влюбленность спала, а любви не появилось. Сейчас они отличаются уже, и мне стало обидно. А почему вам стало обидно? Вам стало обидно, что... А... Человек, который относился к вам так плохо, ушел? В чем именно обидно вам стало? Я подумал, что этот человек будет вести себя с ней так же, как и со мной. Это зависит от многих факторов, но с большей долей уверенности можно говорить, что да. В итоге я такое заслужил. А вот это говорит о том, что у вас есть проблемы с самооценкой, и проблемы с уверенностью в себе. Потому что человек, он ничего не заслуживает. Человек получает то, что он хочет. Человек получает то, чего он достоин. И вы получили то, как вы себя вели. Вы неправильно поставили себя в отношениях. Вы позволили себя унижать, и вас и не надо. А если эта девушка не позволит, то он не будет ее унижать. Это ваша ответственность, ваши границы. Об этом подумайте. Не о другом человеке. Не о том, что он меняется или не меняется. А о том, почему вы позволили так с собой обращаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!